Здравствуйте, в эфире актуальное интервью в студии Евгения Баженко. Экспертный совет премьер-строя республики рассмотрел 27 дизайн-проектов благоустройства общественных пространств, представленных муниципальными образованиями по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Напомним, проект реализуется в пяти городах Якутии в течение пяти лет. 18 марта будут отобраны те проекты, которые воплотятся в жизнь уже в этом году. Это скверы, площади, бульвары, пешеходные зоны. О том, как экспертная комиссия оценила проект, мы сегодня поговорим с заместителем министра архитектуры и строительного комплекса республики Галиной Геннадьевной Новиковой. Здравствуйте, Галина Геннадьевна. Здравствуйте. Во-первых, насколько активно население городов восприняло проект? Вы уже сейчас сказали, что действительно наша программа была принята, реализация ее была начата в прошлом году. И она действительно направлена на благоустройство наших территорий, наших городов. И надеюсь, что действительно будут хорошие результаты. Они уже сейчас видны. И в целом по России уже более 19 тысяч дворов уже благоустроено. Но я считаю, что наше население достаточно активное, потому что было собрано более 75 тысяч пожеланий от населения. И уже по итогам рейтинга, опроса, были отобраны последние общественные пространства, которые будут окончательно уже отбираться. Рейтинговые голосования, которые пройдет 18 марта. 27 проектов, это которые вы отобрали. А всего сколько поступило предложений? 75 тысяч, более 75 тысяч предложений от населения. Это все по республике? Да. Ну, только в этих пяти городах, которые у нас принимают участие. То есть из пяти городов 75 тысяч? Да, поэтому я и говорю, что достаточно активные. А как отбирались эти 27 проектов? Кто решал, какой именно сквер, площадь благоустроить будут? Ну, по условиям программы изначально сначала спроводилась инвентаризация. То есть по всем дворам, по всем общественным пространствам, которые могут быть благоустроены. Ну, и потом уже население. Население само определяло, где лучше считает, чтобы эти общественные пространства, может быть, они на сегодняшний день используются, но не используются в том объеме, в котором бы хотелось. Поэтому это только пожелание нашего населения. Это одно из основных условий. Вообще вот эта программа, у нее есть свои особенности. И одно из самых главных условий, это то, чтобы население самостоятельно определяло, где, как, каким образом. И даже это распространяется не только на общественное пространство, и на те элементы малоархитектурной формы, которые должны быть размещены на этих территориях. А кто входит в экспертную комиссию? По каким критериям оценка проводилась? Еще в прошлом году, так как уже проект в прошлом году работал, мы совместно с нашими ведущими институтами и вообще со всеми проектными организациями, это могут быть индивидуальные предприниматели, которые занимаются архитектурной деятельностью, провели творческий отбор. Но фактически муниципальное образование, конечно, ну, может быть, это связано с тем, что проект еще достаточно молодой, были заключены договоры только с теми предприятиями, которые у них работают на территории данного города или населенного пункта. Но мы, когда вот рассматривали на экспертном совете, мы за каждым городом закрепили наших специалистов. Это ведущие специалисты наших институтов, это Якут-проект, Агропром-проект, Саха-проект, Восток-плюс, Старт, то есть чтобы они уже практически на местах, ну, используя свой опыт проектирования, потому что это специалисты, которые занимаются проектированием объектов капитального строительства и разработкой градостроительной документации, чтобы они помогли, обеспечили, ну, то есть свой опыт передали нашим коллегам. – А какие наиболее актуальные проекты? Ну, может, площади, скверы, дворовые территории как-то можно градацию провести? – Ну, дворовые, мы если говорим про общественное пространство, то это, конечно, в основном площади, скверы, потому что дворовые пространства, они идут, ну, скажем, они тоже по ним проводятся работы, но… – По другой линии. – Да, ну, как бы немножко… Ну, я бы не сказала то, что какие-то другие требования, потому что в любом случае наши архитекторы, они давали свои рекомендации, да, и то, что сейчас уже работы по благоустройству, они выполняются на основании градостроительной документации, это очень хорошо. Поэтому вот те проекты, которые были представлены, есть, конечно, некоторые нюансы, что все-таки не в полной мере были использованы те практики, потому что уже сейчас, как я вот уже сказала ранее, по России более 19 тысяч уже проектов есть реализованных, и поэтому был сформирован такой альбом или библиотека наилучших практик. Но вот те проекты, которые мы рассматривали, там, к сожалению, такого практически не было, то есть это были такие предложения, которые нужно будет еще дорабатывать по концепции, там, по идее, по использованию тех материалов или каких-то малых архитектурных форм. Поэтому мы всем предложили, чтобы были использованы такие наилучшие практики. Ну и далее еще есть такой момент, то, что к реализации этих проектов нужно привлекать наш бизнес, наш малый бизнес, да. Это те предприятия, которые занимаются изготовлением малых архитектурных форм, производством, тех же там схамеек, ну, то есть тех элементов, которые используются в благоустроительстве. Скажите, а вот каток на площади Ленина у нас это к вам отношение не имеет? Ну, это немножко другая история, потому что по городу там другие проекты, которые будут реализовываться, это порядка, по-моему, 8 проектов, этот объект туда не входит. Ну, а вообще, на ваш взгляд, подобные объекты, как каток, ну, те же горки устанавливаются на новогодние праздники, это облагораживает территорию? Вообще к этому относитесь? Ну, вы знаете, по площади Ленина был разработан проект отдельный по реконструкции этой площади, по ней идет, по этому проекту, еще много вопросов и, может быть, споров, но, тем не менее, это площадка, которая является действительно центром, где люди отдыхают, гуляют и так далее. То, что проводить нужно реконструкцию, конечно, нужно выполнять все эти работы. И сейчас этот вопрос рассматривается, потому что был рассмотрен проект, разработан проект и было проведено обсуждение точно так же с населением. Поэтому то, что работу нужно проводить, конечно, в обязательном порядке. Сейчас рассматривает вопрос финансирования, потому что... Это федеральное финансирование же, да? Проект федеральный? Ну, мы рассматриваем разные источники, потому что проект достаточно дорогостоящий, и пока вопрос еще на сегодняшний день не решен. А вот если судить по городам, вот в пяти городах, в каких, можно ли сказать, наиболее проработанные профессиональные проекты, в каком городе? Ну, наверное, так случилось из-за того, что все-таки в городе Якутске у нас наибольшее количество институтов, которые имеют хорошую практику по разработке. Конечно, эти проекты были лучше разработаны. К сожалению, многие компании, они на сегодняшний день, ну, скажем, такое кризисное состояние, когда многие специалисты ушли и работают самостоятельно. Но, тем не менее, вот то замечание, про которое я говорила, то по использованию уже реализованных проектов и каких-то идей, мы дали рекомендации всем, потому что срок разработки этой документации был достаточно короткий. Нужно было представить дизайн проекта, это идею, да? То есть что, каким образом, и так далее, будет использовано. После того, как будут подведены итоги 18-го числа, когда будет в день выборов подводиться итоги, уже после этого будет разрабатываться рабочая документация. А вот вы про экспертов сказали, да? А к участникам требования какие-то предъявлялись? Это мог быть кто угодно или какие-то проектные организации только? Ну, всегда к участникам у них есть определенный вид деятельности, который регулируется законодательством. Соответственно, к разработке документации могут быть допущены только те предприятия, которые имеют определенный... То есть, в общем, профессионалы только? Да, конечно, да. То есть не так просто судится человек, пришел, нарисовал? Нет, это и опыт работы, это соответствующее портфолио, то есть работы, которые реализованы. Мы все это рассматривали, и, в общем-то, коллеги, конечно, безусловно, поддерживают этот проект, и в дальнейшем тоже так же планируют дальше работать. А вот в числе 27 проектов, которые вы отобрали, что-то новенькое такое, оригинальное, что-нибудь может быть есть? Ну, сейчас сложно говорить, потому что проекты были как бы в самом начале, в самом зарождении, да? То есть, как я уже сказала, что концептуально даже не все были проработаны. Ну, я думаю, что то, каким он будет сейчас вот мы увидим вот эти проекты, сейчас уже доработанные, с учетом нашего замечания, муниципальное образование разместили на своих сайтах, и по итогам вот обсуждения, которые состоятся, как я уже сказала, в день выборов, мы уже увидим те реальные проекты, которые будут реализовываться. У вас 75 тысяч предложений было еще выбрать. В этом году, но я хочу сказать, что все проекты, которые мы представили, ну, представили наше муниципальное образование, они будут реализованы вот в течение 5 лет, в течение этого времени. Давайте к Якутску. Вернемся, проект Ворота Якутска больше всего голосов набрал. Вот, на ваш взгляд, почему? Ну, по моему мнению, все-таки Якутский острог, да, это, ну, и такой исторический момент, да, в 1638 году Якутский острог, он явился центром создания якутского воеводства, и потом уже, ну, в течение времени, где был создан, или как бы начал развиваться город Якутск. И, соответственно, вот эта вот идея воссоздать этот острог, он был, на самом деле, одним из крупнейших в Сибири, и появился у нашего архитектора, который был занят, этот проект, он был представлен на нашем конкурсе, который, зодчество проводится в Москве ежегодно, и занял одно из первых мест. Поэтому, так как острог, он все-таки, ну, практически уже является визитной карточкой города Якутска, ее республики, поэтому возникла такая идея воссоздать его уже более в современном виде. Надеюсь, что этот проект будет реализован. Понятно. А дальше отбор как будет проходить? А дальше отбор, ну, как я уже сказала, что будут отбирать наши горожане. Проект, который наберет наибольшее количество голосов, он будет реализован в этом году. Остальные будут реализовываться в последующие годы. Ну, то есть, наши экспертные группы, мы не запрещали. То есть, вариантов могло быть еще больше. И по-хорошему, конечно, на каждый отобранный проект, вернее, на каждую площадку могло быть разработано несколько проектов. Но вот сейчас, с учетом, опять же, как я уже говорю, наверное, повторяюсь, с учетом замечаний, предложений, наши горожане посмотрят и отберут те проекты, которые будут... Сроки довольно сжатые. А сколько обычно проходит времени от появления проекта до его воплощения в жизни? Совершенно верно. Вы говорите, что сроки достаточно короткие. Поэтому, когда мы рассматривали представленные нам материалы, мы говорили о том, что все-таки наилучшими проектами считаются те, которые возможно реализовать в течение этого года. Поэтому нами было тоже подготовлено предложение, что в том случае, если территории, которые отобрало население, они хотят благоустроить, потому что там были такие варианты, как благоустройство парков, благоустройство набережной. То есть это достаточно такие большие объемные проекты. Причем финансирование тоже не такое у нас большое в этом году. Соответственно, мы говорили о том, что нужно определить какой-то определенный объем, чтобы это было реализовано именно в этом году. Если это реализуется в несколько этапов, то нужно максимально, чтобы население увидело, что действительно работа выполняется, а не так, ну, выполнить, я не знаю, там, канаву или там какие-то работы по вертикальной планировке. То есть в этом году должны быть показаны реально выполненные работы. Ну, а уже оставшиеся могут быть завершены на следующий год. И последний вопрос. Очень коротко. Вы, как архитектор, градостроитель, каким бы хотели видеть общественное пространство городов Якутии? Ну, в первую очередь, все-таки, этот проект, он направлен на то, чтобы все эти территории, они должны быть комфортными, доступными, доступными для всего населения, как для детей, так и для более взрослого, так и для людей с ограниченными возможностями. Но и самое главное, наверное, чтобы эти пространства, эти территории, они продолжали жить. То есть чтобы там проводились какие-то мероприятия, то есть событийные. То есть эта территория, чтобы она была наполнена жизнью нашего населения. Спасибо. Спасибо, Галина Градина. Это было актуальное интервью. Я напомню, что у нас в гостях была заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Галина Новикова. Мы говорили о формировании комфортной городской среды в городах Республики. Удачного вам дня. Оставайтесь с нами на Якутия-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин